Я снова приехал в Солнечный, чтобы показать вам, как идет строительство домов для пострадавших. Буквально месяц тому назад здесь был большой пустырь, сейчас же многие строения вышли уже на финишную прямую. Кого-то скоро ждет новоселье. На этой стороне идет строительство 100 домов, на другой стороне 400. Уже совсем скоро 500 семей обретут новые дома. Неделю тому назад мы здесь были и не было пластиковых окон и кровли. Сейчас она есть. Последний мой приезд, здесь не было заборов. Сейчас уже стоят ворота, участок 10 соток, дома будут сданы в чистовой отделке. Логично, мы показываем вашу работу, как вы легко с ней справляетесь и делаете все качественно. Сергей, чем вы сейчас занимаетесь? В данный момент утепляем стену. В два слоя, да, насколько я понял? Итак, чтобы вы понимали, газоблок 30 сантиметров, утепление в два слоя, это 10 сантиметров. Потом идет сетка, клей, декор-штукатурка и покраска. Вот такая вот технология, красиво и современно. Дома сейчас в разной степени готовности. Где-то сооружают кровлю, где-то уже строители приступили к покраске фасада. В строительству домов задействовали прекрасную половину человечества, девушек. Вообще считается, что именно девушки в отделке, они превосходят мужчин. Почему? Сейчас вы получите ответ на этот вопрос. Друзья, знакомьтесь, это Марина, она отделочник. Марин, почему считается, что девушки в отделке лучше, чем мужчины? Ну, девушки более ответственные. Девушки исполняют, кстати, наказание технодзора лучше. А у нас это наказание технодзора лучше. Потом, что еще? Женщина вообще только скрупулезная. Вот сделать мне надо шов, я сделаю, не скажу абы как. Ну, что еще? Женщина вообще способна создавать красоту? Мы же должны создать красоту для людей. Чтоб ровно было, чтоб красиво, чтоб тепло. Это только женщина способна. И торопясь, и не торопясь, сделать красиво. Сдать аккуратно, чтоб к тебе люди обращались. Женские бригады, они вообще веселые всегда. Легкие на подъем. Мы собрались, пошли. У нас по два, по три колыма. Мы все работаем с утра до ночи. Я всегда все сдаю. Технодзор слушаю, начальство слушаю и делаю как правильно. Ну и все, наверное. В общем, вы сами все услышали. Марина говорит, что в ее команде пять девочек. За ними закрепили три дома. И два мальчика разнорабочих, которые будут носить мешки с гипсом, с затиркой. И через полтора недели она нас пригласила в эти дома. Сказала, что все будет готово. Приходите, смотрите. Я сейчас иду к домам, которые более-менее на 90% уже готовы. Внешняя отделка уже есть. И хочу поговорить с ребятами из технодзора, как идет процесс контроля. Вот этот дом уже готов к покраске. Его утеплили, задекорили. И скоро он засверкает яркими красками. Ну, чтобы вы понимали, визуально дома будут все выглядеть так. Ну, по мне, красиво. Сейчас ребята заливают отмоску. И вот, кстати, тоже девчонки работают. Именно с помощью женской легкой руки этот дом приобретает новый вид. Друзья, ознакомьтесь, Леонид Владимирович, представляющий технодзор. Один из самых опытных специалистов на этом объекте. Леонид Владимирович, расскажите о вашей работе. Что вы контролируете? Какие этапы проходите? Значит, ну, мы, как технодзоры, контролируем весь процесс строительства этих одноквартирных жилых домов, которые предназначены для людей, пострадавших от паводка. Значит, контроль у нас заключается в чем? Мы начинаем с разбитки здания, контролируем. Значит, строительство начинается с земляных работ. Далее идет заливка фундамента, установка арматурного каркаса, для того, чтобы он был очень крепким и надежным. Потом ведется кирпичная кладка цокольная. Дальше идет кирпичная кладка стен, монолитный пояс поверху стен и крыша. Также входит сюда еще и устройство монолитных полов, перегородок, фундамента под перегородки. Ну, и, естественно, что отделочные работы наружного и внутреннего. Мы заходим и смотрим внутри дом, который, желая площадь, составляет 80 квадратных метров. Мы зашли в холодный тамбур. Далее мы заходим в основной коридор, который, вот, направо, значит, котельная. Вот котел стоит, обвязки еще пока нет. Значит, далее, значит, санузел. Большой, хороший санузел с отоплением, с теплыми полами. И, естественно, ванная, унитаз и раковина. И также любое оборудование, которое там, Арестон, будет стоять на 100 литров горячей воды. Это все будет прекрасно для людей. Далее мы заходим в кухню-студию. Она имеет приличную площадь, более 15 квадратов. И она переходит через арочную большую дверь, переходит в гостиницу. Ну, в зальная гостиная комната. Далее две комнаты, две спальни. Спальня для взрослых и спальня детская. Вот весь комплект. Полы в общем утепленные, усилены специальной сеткой. Потолки деревянные. И они будут подвесны. Ой, как они называются? Натяжные. Натяжные, извиняюсь. Натяжные потолки. Это современные стандарты. И очень хорошо для того, чтобы чувствовать в человеке уютно, красиво. Окла современные. Ну что, господа, вы все сами видели? Кстати, здесь не будет обоих, стены будут под покраску. Поэтому сами жители под свой вкус и цвет, под свои интересы и настроения смогут перекрасить стены в любые цвета, какие им понравятся. Еще раз повторюсь по поводу технологий. Мой личный дом построен по такому же принципу. Тридцатка газоблок, утеплитель, минплита 5 сантиметров, здесь 10 сантиметров. Клей с сеткой, декор-штукатурка и покраска. В общем, я построил дом несколько лет тому назад. Ни трещин, ничего. Ну, если не считая паводка, пока не было. Но здесь сухое место, здесь воды никогда не будет. Эти дома следующая линия. То есть, те фундаменты ставились раньше, эти чуть позже. Соответственно, здесь срок сдачи будет, конечно, чуть позже, если говорить об этой площадке. Фундамент будет вот такого цвета. Сейчас ребята готовят обмостку, укладывают пенопласт, будут армировать и заливать. Главный вопрос, который волнует будущих новоселов, это инфраструктура. Поликлиника, детские площадки, спортивные сооружения и школа. Сейчас я найду представителей Акимата и попробую задать им эти вопросы. Планируется ли вообще что-то подобное. Ну, в моем понимании, конечно, да. Поселок огромный и инфраструктура здесь нужна и важна. Знакомьтесь, Талга-Талга, будущий новосел, поселка Солнечный. Вы уже смотрели свои жилища? Ну, вот ходим, смотрим. Вы еще не выбирали? Нет, не выбирали. А что, если можно было бы выбирать, уже выбрали бы. Уже на первой линии бы выбрали бы, да? Ну, не обязательно на первой линии, но выбрали бы. Ну, в дома заходили? Да, заходили. Понравилось? Понравилось. Понравилось. У вас где дом пострадал? В Заречном. В Заречном поселке. Ну, да, я там бывал, там все достаточно сложно. Да, я помню вас. Ну, давайте. Удачного вам новоселья. Говорят, что 5 июня вы уже сможете отпраздновать этот прекрасный праздник. Все, спасибо. Одной день. Либо вот раньше нумерацию дали бы, чтобы можно было выбрать, уже что-то подготавливать. Приехал в Акимобласти с делегацией. В общем, сейчас будет инспекция. Кстати, можно задать вопросы как раз здесь по поводу инфраструктуры. По 5 июня уже будет распределение. То есть на период 5 июня мы хотим 50 домов народу лишь сдает. И потом будет сдавать все остальные, но и до 5 июня уже распределение. Вот когда люди узнают конкретно какой дом, он еще может прийти, еще раз посмотреть. А сколько участок работает у каждого? 10 соток. 10 соток. Теперь сюда входит, благоустройство не входит. То, что сказали, здесь все это благоустройство, это сегодня заборы, полностью мы ограждение. По лицевой стороне делаем полки ста и остальное сетка рябец. Плюс с лицевой стороны будет брусчатка, копейка для людей. Потом делаем углярник, он далеко так относится. Углярник будет, это где он будет хранить дрова, уголь. Что еще тут происходит? Водоотведение это септик. То есть у нас отдельная бригада мы специально поставили, которая будет вот эти 3 колодца ставить. Мы, в принципе, на этом участке 100 домов уже канализацию всю сделали, всю полностью канализацию. То есть сейчас они на другом участке работают. Это септик, это подвод воды и инженерной коммуникации входит еще в подвод электрической сети с учетом счетчика. То есть частью даже счетчик покупать не будет, даже счетчик приобретать. Давайте дом посмотрим. Один еще вопрос меня тоже интересует. Вот люди же, не только доманим, бытовую мебель, технику потеряли. Вот в этом плане какая-то... Ну здесь, видите, ситуация такая. Государство выделяет 150 мрп до 150 мрп. Это 553 200. То есть поручение главу государства полностью исполняется. Каждый, который понес ущерб по палочке, он получает эту сумму до 150 мрп от государства. Каждый, который имеет имущество, без исключения все получают. Это, который имеет свое имущество. Ну и несмотря на это, это поручение главу государства. Несмотря на это, все-таки дома пустые. Сегодня у нас безусменно изъявили желание. Это Зикстон. Он изъявил желание на 500 млн. тенге. Он покупает на 520 домов и еще 197 квартир первично у нас будет. Квартир, которые мы покупаем по городу. Мы закрываем там кухню, мебель, столы, холодильник, спальный гарнитур. Вот это вот, то есть кровать, где человек, тумбочка. Вот это вот. И еще электрическую гарнитур. Это он на 500 млн. Дополнительно. Вот меморандум он заключил буквально 2 дня назад с Акимом города. Это он тоже до 5 июня будет все это расставлять. А вот еще пострадавшие. У вас где дом был? Мы 2118 километров в Куйме и Кейши. Тоже приехали выбирать дом, смотреть? Не выбирать, мы просто интересуемся, посмотреть. Смотреть, да? Да. Нам интересно. Тульген Иманов только что общался с Акимом области и поднял очень значимый для жителей, которые сюда будут переселяться вопрос. Тульген, в чем его суть? Я уже который раз поднимаю, не могу отзабиться, чтобы люди сами хотят, чтобы они знали, какой им дом будет. Они хотят солнечный получить, но они закрепились именно за этим домом. Аким области сейчас что ответил? Аким дает добро на это. Он дал добро, но это все равно надо решать. В городе все, в городе решить не можем, в стране есть строительство. Главное, чтобы он дал команду и дал добро. Я думаю, что в этом выпуске я смог вам детально показать, как будут выглядеть дома для будущих новоселов, которые пострадали от паводка. Единственное, я не смог получить ответ, и будет здесь школа и детский сад. Но мне показали планировку всей этой масштабной территории. Точно будет полицейский пункт, точно будет большая спортивная площадка, детская площадка. И точно будет парк, где люди смогут отдыхать и проводить время.